здравствуйте в этом видео мы нарисуем колоски на закате и мы сразу будем рисовать красками начнем с красного цвета берем его погуще и закрашиваем верхнюю часть листа красным цветом можно экспериментировать добавлять оттенки очень плотно почти что без воды примерно одна четвертинка даже чуть-чуть побольше дальше нам нужен оранжевый если есть оранжевый рисуйте оранжевым если оранжевого нет то мы смешаем желтый с красным чтобы получить оранжевый желтого побольше красного поменьше и вторая часть неба у нас будет оранжевая рама тоже очень густо очень плотно мы прокрываем оранжевым и следующая часть будет желтая желтая часть берем желтую краску у меня она уже немножко с зеленым внизу оставляем полосочку земли и к желтому мы прямо здесь на рисунке добавим белого берем белый вмешиваем чтобы получился светло-желтый ну то есть можно без белого но лучше с белым что было по контрастнее но можно и без него если у вас белого нет здесь у нас будет земля все моем кисточку и немножко водичкой размываем границы между желтым и оранжевым что получился плавно переходе примерно вот от середины желтого до середины оранжевого мы под размываем несколько раз моем кисточку и несколько раз под размываем чтобы переходе ки были более плавные дальше опять моем кисточку и размываем границу теперь между оранжевым и красным тоже чтоб получился плавный переходик прямо вот если что-то под размылось можно даже взять оранжевого немножко и так вот сверху еще под размыть вот у нас получился плавный переход дальше сделаем землю можно сделать просто черным можно сделать серым то есть в черную добавляем белой или просто черным или серым далее темно серым у меня будет темно-серый я в черную добавляю белая рисую нижнюю часть нижнюю часть и линия горизонта должна быть такой вот какой-то более-менее ровной но не обязательно по линейке да так вот примерно примерно более-менее ровный у нас будет поле земля а вдалеке где-то и даже вот чуть-чуть даже чуть-чуть нужно помыть кисточку и вот как бы так вот пройтись чуть-чуть размыть то есть не сильно до чтобы не было грязи но при этом вот можно опять помыть вытереть это просто два раза провести чтобы чтобы она ушла назад вот эта линия горизонта чтобы она не была очень яркой чтобы она как бы там вдалеке была нечеткой но при этом мы сильно не размываем и теперь что у нас будет еще у нас будет еще солнышко и будут колоски солнышко будем рисовать белым на оранжевом примерно на желтом будет не видно ну на самом деле его можно выше опустить можно ниже можно сделать большое можно маленькая но вот где-то на уровне оранжевого на рисуйте так как у вас получается как он достаточно густо я беру без воды посмотрите чтобы небо обязательно подсохла чтобы не размазывалась но даже если будет размазываться ничего страшного если подмешается фон будет немножко с оттенком оранжеватый или желтоватая вот такое вот у меня будет солнышко она не идеально ровная такое как получается и теперь будем рисовать сами колоски их лучше рисовать самой тоненькой кисточкой они у нас будут черные обязательно черную краску разводите с водой на палитре чтобы получалось жиденько можно на самом деле но если вам сложно рисовать тонкой можно фломастером аккуратненько по краскам когда высохнет можно черной ручкой гелевой например ну попробуйте да какая-то черная ручка или линер линер у вас есть или гелевая можно брать зубочистку попробовать зубочисткой или же спичкой до чем-то тоненьким или можно вот этим другим концом кисточки если нету ну совсем с нет тоненькой ну или можно нарисовать просто более толстым и начинаем прорисовывать эти колоски они могут быть и его достаточно высокие вот обязательно обязательно разбавляйте с водой можно взять белую бумажку какую-то и просто попробовать потренироваться порисовать линии насколько у вас будет или не будет получаться и вот рисуем сами колосочки прорисовываем очень тоненько стараемся как бы линии то есть вот от центральной линии идут идут линии такие вот уже в бок как бы они отходят эти вот семена колосочков они могут быть какие-то разнообразные какие-то могут торчать больше в сторону какие-то могут быть более гладко вдоль основного стебелечка а вот но какие-то такие вот колосочки мы прорисовываем стараемся чтобы они были более разнообразные не здесь уже нет и не торопясь не торопимся вот такие вот полосочки или или овалы бывают колоски с семенами более такими круглыми а бывают просто с тоненькими и бывают совершенно разные 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 растения поэтому рисуйте так как получается они могут быть еще более крупные тут вот может быть какой-то более тоненькие например а вот они как бы от основного стебелька они расходятся в разные стороны так том какой то может быть пример больше вдалеке и под углом под наклоном можно нарисовать вот какие-то такие колоски более мелкие вот каждый раз мака у меня заканчивается краской я макаю обязательно немножко с водичкой разбавляю потому что у тоненькой кисточки очень быстро заканчивается краской нужно макать макать в краску каждый раз почаще кают например может быть один еще например может быть рядышком какой-то далеке они ну они могут быть какие-то очень все разнообразные так даже будет интереснее чем если они будут все одинаковые если одинаковые наверное скучновато получится старайтесь их делать по разнообразнее то есть мысль в том чтобы чтобы они вот от одного стебелечка расходились может быть один какой-то под наклоном наклонился вниз или в бок в сторону могут быть более густые колоски могут быть менее густые может быть только с одной стороны с другой нету мы стараемся стараемся чтобы они были более разнообразные так ну и может быть здесь еще один какой-то маленький колосочек там вдалеке уже и можно еще нарисовать просто например какую-то травку между ними чтобы было поинтереснее поинтереснее по разнообразнее ну какая-то какая-то травка но это не обязательно на это не обязательно это если хочется можно даже сделать и без травки как будто бы не видно здесь вот нужно что-нибудь такое нарисовать под солнышком какие-то могут быть более короткие просто какие-то травиночки могут быть где-то и с другой стороны можно нарисовать примерно под наметить какие-то более длинные и то более короткие их не обязательно рисовать много можно нарисовать всего лишь несколько они могут быть какие-то более ну вот чтобы было мало мало вот этих вот штучек которые от них отходят самих колосочков такие более сдержанные их можно сделать можно наоборот их сделать попышнее уже тоже смотрите как вам больше нравится так один вот сюда пусть будет колосочек это больше распустились какие-то меньше распустились колоски это вот могут отходить так вот немножко вот травинки несколько штучек травинки они даже вот на переднем плане могут быть под вот в серому ну и можно что-нибудь еще добавить куда-нибудь куда-нибудь вот так сюда на солнышко наклонить можно чуть-чуть какие-то могут быть тоненькие а ну и что-нибудь еще одно здесь такое вот них отходят например это даже могут вниз нагибаться какие-то штучки ну и тут несколько травин очек получилось примерно так и вот тут на переднем плане теперь от по серому по серому будет видно поэтому можно нарисовать травки ну или просто вот как бы массу массу этой травы более темную внизу а вот серый это как бы вдалеке поля масса травы она ближе к нам вот тут вот на переднем плане ну вот примерно так все теперь я снимаю скотч посмотрим что у нас получилось так ой надо только ждать чтобы чтоб подсохла то отпечатывать линейку использую чтобы лучше чтобы лучше отдиралась потому что иногда скотч портит бумагу и отдирается вместе с бумагой красный у меня не высохло еще страшно тут немножко красный но тут я подразмою а если у вас вы куда-то заехали можно всегда подразмыть то есть гуашью можно все всегда подправить не переживайте ничего страшного в этом нет вот сейчас покажу как это делать просто аккуратненько несколько раз смываете и потом сверху закрашиваете цветом фона ну вот получился такой пейзажик такой вот миленький с колосками на этом мы заканчиваем всем спасибо за внимание до свидания